МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok с требованием Российского футбольного союза и позволяет проводить матчи первенства Футбольной национальной лиги. Реализация проекта «Спорт. Норма жизни» также коснулась и районов области. На этапе завершения строительства находится каркасно-тентовый крытый хоккейный корт в Красном Яре Любинского района. В селе Троицкое Омского района строится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В планах также возведение площадок ГТО в семи районах области. Подготовительную работу, работа вся сделана. То есть сейчас стадия идет доставки в регион вот именно этих инвентаря, которые будут смонтированы на этих площадках. И я думаю, что где-то в течение, ну уже до наступления холодов, мы как бы эти площадки сдадим и презентуем. Также я хотел сказать о том, что приобретена трава футбольного поля в рабочем поселке Оконечниково. Ну, про Оконечниково тоже можно очень много рассказать. Это столица нашей Лапты, причем Лапты не только Омской, а Лапты Российской, потому что команда, которая создана на базе, представляющая наш регион, которая создана на базе района, неоднократные победители и чемпионатов России, и кубков России по лапте. Оконечниково проводятся всероссийские турниры по лапте. И как бы понимая то, что, да, мы получаем, в общем-то, покрытие по футбольной теме, мы будем его использовать шире. Глава регионального Минспорта также рассказал об адресной поддержке спортивных учреждений региона в рамках нацпроекта. У нас проведены мероприятия по приобретению спортивной формы инвентаря для нашего большого в прошлом центра художественной гимнастики. Сейчас это спортивная школа Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Слава которой, как бы, не нуждается в каких-то дополнительных эпитетах. Это наш региональный центр спортивной подготовки. Здесь тоже, как бы, у нас серьезная задумка, которая позволит в целом нам улучшить качество работы со спортсменами, со спортсменами высокого уровня в виде приобретения двух комфортабельных автобусов средней вместимости для того, чтобы одновременно с этим помогать и нашим игровым командам в перемещении во время проведения туров, которые будут проводиться в нашем городе. Мы сосредоточились на улучшении материальных, на приобретении инвентаря и для фехтовальщиков, и для легкоатлетов, и для других видов спорта, которые у нас входят в орбиту нашего центра паралимпийской и сурдоолимпийской подготовки. То есть это спортсмены высокого уровня, стрелки, то есть, ну, все понимаем, что там, те же там патроны, да, для паралимпийских дисциплин, да, все стоят приличных средств. Мы все надеемся, что в 2021 году в Токио все-таки состоятся олимпийские игры и паралимпийские игры, и наше представительство именно по паралимпийским видам спорта должно быть, ну, серьезное. Во всяком случае, все к этому располагает, и достижения наших легкоатлетов, фехтовальщиков, стрелков, пловцов. То есть все, у нас есть спортсмены, которые могут достойно войти в состав сборной страны и представлять на паралимпийских играх в Токио нашу страну и наш регион. На реализацию регионального проекта «Социальная активность» в рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году выделили 20 миллионов рублей. Основную часть средств направили на создание двух ресурсных центров добровольчества, которые открылись в начале этого года. Были поддержаны также молодежные проекты, представленные на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Оказана помощь волонтерам, которые подключились к федеральному проекту «Мы вместе» по работе с населением в период пандемии. Также надо отметить, что средства субсидий идут на реализацию форумной программы, это участие и в Тавриде, форуме международном, который у нас проходит в нашей стране уже много лет достаточно. Ну и другие мероприятия, которых очень много, это нам позволяет представителей региона направлять, представлять и представлять свои программы, представлять свои различные предложения, проекты и тем самым привлекать федеральные средства или средства грантов, которые на этих форумах всегда есть. Это такая уже сложившаяся практика, так скажем, привлечения дополнительных денег на развитие социальных направлений для нашего региона, для молодежи в первую очередь.